Девушки отдыхают Денис, давайте знакомиться Добрый вечер Сегодня с вами лучший жених по версии Вестника Ставрополя за 2006 год И со мной очаровательная Мария, моя подруга и несравненная Анна Денис, 33 года Из-за большой любви к жене отстранился от всех друзей и родственников Нашел работу на дому и наслаждался семейным счастьем Когда вновь обрел связь с внешним миром Перестал находить общий язык с супругой и в итоге развелся Денис директор департамента рекламы в телевизионном техническом центре Кандидат социологических наук Кандидат в мастера спорта по большому теннису Мечтает сделать спортивную карьеру Гордится своим трепетным отношением к животным Предупреждает, что с 16 лет является вегетарианцем И 5 дней в неделю живет с сыном Денис не составит партию курящей девушки и предвзято отнесется к барышне с говорком Женится на стройной интеллигентной москвичке, которая ради любви к нему будет готова отказаться от мяса Скажите, а что жена была такая деспотичная, что запретила вам общаться и вообще отгородила вас от внешнего мира? Или причин была в другом? Маленькая предыстория Мы после рождения ребенка немного отделились от родителей И жили вместе, попробовали сделать такое, собственно, почти идеальное семейное государство Если у него, как он говорит, он хочет создать свое государство, значит, ты должна будешь играть по его правилам Почему, так ненавидели родителей, что даже ребенка им не показали? Нет, 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 это ошибки молодости Человеку свойственно ошибаться, и мы ошибались Скорее всего, конечно же, это была моя ошибка А кто вообще первым предложил, кто озвучил, что давай будем жить так? Ну, обычно такие гениальные идеи приходят нашим недалеким мужчинам Наверное, это был я Когда друг другом объелись? На каком году жизни? Объелись, бог с вами Мы не объедались друг другом Просто на какой-то момент я пошел дальше Я сидел вместе с женой, с ребенком до полутора лет, работал дома А потом просто я не смог, в силу, не знаю, своего внутреннего какого-то характера или предусположенности И возраста? Возраста здесь, скорее всего, ни при чем Просто нужно было работать и выходить в жизнь И я пошел в жизнь А жена осталась там же Мне кажется, тебе нравится такой тип Да А вот история с мамой, что там? Мы переехали через 4 года после совместной жизни Мы решили переехать к маме К ее? Нет, к моей маме И вот тогда все стало совсем расцепаться И у мамы были внутренние обиды, которые она так или иначе держала еще вот с тех времен, с самого начала, когда мы не допустили ее к нашей семье С одной стороны И с другой стороны, жена не смогла выстроить свои отношения с мамой А она в любом случае должна была это сделать, как входящая в дом Виноват всегда тот, кто старше Он обвиняет все время жену То есть он считает, что, я так понимаю, что он не виноват, что это жена виновата Вы тоже должны были помочь Я старался Согласите Старались А кто встал в позу? Жена? В какой-то момент наступил некий апогей этих отношений нехороших между женой и мамой Да, и жена поставила условия Либо я, либо мама Возможность была переехать в съемную квартиру или на тот момент не было? Нет, возможность была всегда, но задача была переезда к маме для того, чтобы попробовать исправить то, что было испорчено Гариса, а как ты считаешь, что в этой ситуации Денис прав был, что маму выбрал, а не жену? Ведь жена первичная, чем родители Родители вообще на третьем месте Да вы что? Да Мама у нас одна Это не я сказала, мой хороший Это апостол Петр сказал Мне кажется, у него самая главная женщина, это его мать Возможно, просто Лена поладить с матерью Вы смотрите, вы вегетарианец, 16 лет Да И мама вас не отговаривала, готовила вам вегетарианские блюда Да и сама стала вегетарианкой У нас очень спокойное отношение к еде Жена спокойно принимает Она тоже вегетарианка, и сын вегетарианец Слушай, я знаешь, что ты прочитала? Вот черно по белому написано Вегетарианство ведет к импотенции Люди, не употребляющие мясо и яйца, испытывают недостаток в цинке А это элемент, который необходим для нормального полового созревания и синтеза половых гормонов Я бы, конечно, сейчас только, мне кажется, он тоже задумался Денис, скажите, пожалуйста, а почему? Почему, когда Роза произнесла слово импотенции, вы с подружкой переглянулись, улыбнулись друг к другу? У подружки глаза загорелись Заметьте, с двумя Мы ожидали каверзных вопросов, мы на самом деле Да, очень приятно Иначе вы не что-то покушаете, я так понимаю, с яичками Конечно Ну, с потенцией в порядке у него На самом деле, не нам судить, мы действительно просто коллеги Но, тем не менее, мы вот заходя... Вы слушаете вегетарианки? Нет-нет-нет, вовсе нет Нормально Но, тем не менее, это не мешает нам спокойно общаться и очень хорошо дружить А вот ребенок Вегетарианки Вы сами решаете, да, есть вам это мясо, не есть вам это мясо И за ребенка я тоже отвечаю У него прекрасная анализа, слава богу, здоровый мальчик Мальчик? Мальчик Скажите, а не было вот этих судебных тяжб, легко, без страсти развелись? Нет, все очень просто, абсолютно И то, что ребенок с вами живет в выходные, да? Нет, он живет со мной пять дней в неделю, а на выходные он едет к маме Вы вдвоем живете или с вашей мамой? С мамой Я считаю, что новая семья, новая молодая семья, она по-любому должна жить отдельно Значит ли это, что ваша будущая избранница должна будет принять вот эту модель семьи? Мама, ваш сын? Должна быть нормальная, расширенная семья, где есть папа, мама, бабушка, дедушка, теща и так далее Да, абсолютно, я лично так и живу Это моя позиция Я так и живу, поэтому у меня были вопросы с пристрастием, когда вы решили вдруг вдвоем с женой почему-то Но это такая глупость, может прийти в голове только А квартирка у вас большая? Да, нормальная квартира Ну сколько комнат? Шесть Шесть комнат, ага, значит, я знаю, что вы еще животных любите Вот у меня дома две кошки, а у вас их двенадцать А кошки тоже вегетарианцы, интересно Ну я думаю, что вы, вот женившись второй раз, заживете отдельно? Нет, мы будем жить вместе Все равно хотите? Значит, я к тому спрашиваю, что девочки сейчас придут за вас бороться Они должны будут принять вот как должное вашего сына, маму, кошек и то, что вы будете вместе жить Ну последнее, я думаю, будет нетрудно принять А с первым, да, придется как-то постараться Вот кошки двенадцать, вот это как раз проблема Потому что первая для меня как раз не проблема Приведешь Джеки, он разберется с ними Что в женщинах не нравится? Ну вот с кем не будете даже на второй минуте, понятно, что не будете никогда общаться? Есть такое понятие глупость человеческая, но она сразу не проявляется А вот у вас цветочки, это не нам подарят? Это вам Цветочки-то? Ой, ну потому что подарите, а то прямо сканилась-то я вся Спасибо большое Очень приятно, да? Святы подарил Знак внимания, конечно И еще вам не нравятся девушки с говорком? С говорком? То есть приезжих рассматривать не будем, нет? Хотелось бы москвичку Да, это правда Ну и москвичку себе ищут, он москвич, а? Ну или мне все понятно, девочки? Значит, я буду вам подбирать, вам вообще все равно, лишь бы туркнуло Значит, у тех, у кого какие-то проблемы, значит, квартирный вопрос нет, у вас есть комнат, ничего, поделись А знаете, Ларис, не каждая 12 кошек потянет, извините, мама, ладно, пускай, ребеночка тоже пускай, а вот 12 кошек не каждая 13-я кошка, его будущая жена Ну да Поэтому у нее должны быть некие проблемы, либо ребятеночек должен быть Это не проблема Их надо пристраивать, для вас не проблема, для других мужчин проблема Вот мы как раз и пристроим Или жилья своего нет, тоже девочку пристроим Меня, Денис, в связи с вами одно единственное смущает, вот молодые подружки Если девушка будет ревнивая, а у вас с ней сложатся отношения, на самом деле влюбитесь И она вас попросит, очень Денис скажет, она смущает меня, подруги Не хотелось бы, чтобы после свадьбы Да, я бы не хотела, чтобы ты с ними встречался, общался Я тебе дам все то, что тебе предлагают твои подруги, даже еще больше Позвольте возьмем слово Потому что так как мы коллеги, и в принципе Денис очень социальный человек То хотя бы по долгу службы ему приходится с нами общаться Пусть ему не всегда это нравится Но тем не менее, его невесте обязательно придется взять в расчет То, что мы так или иначе будем присутствовать У меня уже рисуется такая большая кровать Слева лежит мама Справа лежат две подружки Тринадцать кошек Травка и отруби И где-то в уголке, наверное, там свернусь калачиком я Василиса, вы человек глубокий Но я вам советую, во-первых, не держать обид на женщин Вы слишком много их копите Вы человек чрезвычайно обидчивый, ревнивый Умейте выбрасывать из головы ненужные мысли В том числе и ревнивые Вы умеете прекращать те циклы, которые внутри вас самого бурлят И бесконечно ходят по кругу И умеете признавать сами свои изменения Кать, я тебе поэтому говорю, что Приглядеть, подумай Мне кажется, это того не стоит Я желаю некоторой гибкости вам И возможности принять в себе само вот то новое, что женщина может с собой принести Спасибо Будете знакомиться с первой невестой Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Денис Алена Очень приятно, Алена, это вам Тоже Спасибо Спасибо Здравствуйте, Алена, с кем вы? Я со своими подругами очень хорошими Это Екатерина и Юля Очень приятно Давайте узнаем вас получше, посмотрим на экран Алена, 25 лет Руководитель в иностранной компании Гордится своим образованием и зарплатой Мечтает работать в Англии Предупреждает, что регулярно посещает театральные премьеры и нудистские пляжи За 10 дней до свадьбы Алена узнала о том, что у будущего мужа есть жена и годовалый ребенок Надеется, что Денис поможет ей забыть о прошлом Ну а что, клево, нудистский региторианец А с чего вдруг? Вы знаете, не знаю, для меня сначала это было очень дико Но когда я приехала на нудистские пляжи в Кокотебеле То есть голые ходите, что ли? В смысле, загораете? Обнаженная, Руслан А, да А кто вас ознакомил с этой культурой? Знакомые друзья Смотрите, она такая скромная на вид, да? Сама ходит на нудистские пляжи А как вы влюбились в 21 год в своего начальника? Вы знаете, мы с ним были достаточно давно знакомы И он не был моим начальником напрямую А то у нас как-то все закрутилось Так неожиданно И мы начали просто плотнее общаться на почве работы Вы как женщина не могли не чувствовать, что вы нравитесь мужчине? И он, наверное, понимал, что... Вы знаете, я вообще всегда против отношений на работе Чему? Нормально, так там удачно замуж можно выйти Это хорошо, когда с партнерами происходит Ну, все-таки у вас роман начался Несмотря на то, что он был начальником Старше вас, женатый? Он не был женат, в том-то и дело Он не был женат? У него был гражданский брак, как оказалось потом Оказалось, буквально за несколько дней на свадьбе У вас развивались отношения, все было прекрасно? У вас очень больно развивались отношения Буквально там за полгода И через полгода уже начало наших таких отношений Он мне сделал предложение Мы познакомились с его родителями И вот уже был назначен день свадьбы И вдруг телефонный звонок Звонила некая женщина, которая объявила о том Что она встречается уже несколько лет Она практически живет с вашим мужчиной И у них есть общий ребенок Да Как гром среди ясного неба Да А вы не подумали о том, что какая-нибудь завистница злобная Которая, может быть, просто хотела поставить задачу Я подумала об этом, да Можно было подумать все, что хочешь Вы к жениху-то сразу обратились с вопросом, правда это или нет? Я обратилась, конечно, к нему с вопросом Ну и в этот день, как бы, я сразу от него съехала Потому что он не стал отрицать Он, а что отрицать? Она называла такие факты, которые просто нельзя было В смысле родинка в одном месте, да? А что вас больше всего возмутило? Нет, она называла факты, когда меня, например, не было в Москве Те даты конкретно То есть ребенок родился уже, когда у вас были отношения, вы хотите сказать? Ребенок родился раньше А что вас больше возмутило? То, что он скрыл вообще наличие ребенка? Конечно Вообще, вообще всю эту ситуацию Ну, то есть человек, может быть, продолжал бы жить на две семьи Меня бы обманывал Но как он сказал, то, что я хотел это сделать после свадьбы Ну, разве так делают? Потому что он у вас влюбился, он хотел на вас жениться А если бы он любил ту женщину, он бы женился на ней А не рассказал вам, наверное, испугался, вас потерять боялся Если бы вы его любили, почему же... Вот ровно такие же слова сказал он мне Я уехала к родителям После... в этот же день, буквально вечером я уехала И потом, побыв неделю, после звонков, там, и вот таких вот разговоров То есть она продолжала вам звонить? Не она, он Взобновили опять отношения через некоторое время И он сказал, что он ушел из этой семьи Но я его никак не ограничивала То есть я была даже за, что он там встречается с ребенком Это нормально, но я приняла как есть, да? Ну, реально... Постарались принять, по крайней мере Да Ну, в итоге прошло с сентября месяца до февраля И в феврале мне позвонила опять его гражданская супруга И опять такие называла факты, которые просто... Слила информацию, да? Да, она причем... Прям собак на сенье Она не то, что слила, понимаете? Тут виноваты... Жертвы две, то есть это я и она И тут должен был кто-то уступить А что это жертвы-то? С чего это? Она боролась за своего мужчину Да Она не давала вам взрыв, что она боролась за своего мужчину Правильное дело А вы нет Почему? Он сейчас с ней? Слушай, вы не боролись, потому что вы отменили свадьбу А нужно было выйти замуж Ну, мне кажется, что она будет хорошей женой Хорошей женой Если у нее будет достойный муж Алена, вы слушали историю Дениса Вас что-нибудь смутило? Мне смутило Если у вас все служится, вы будете жить в большой квартире с сыном Дениса, с мамой и двенадцатью кошками Как страшно с ним Я этого не сказала Это от меня, это вот И вегетарианкой еще будете Вы покушать-то любите? Люблю мясо, да Вот, ну что ж Я отрезаю кусок прям Шматок, шлеп Может быть, есть какие-то другие интересы, кроме пищевых все-таки в семейной жизни Нет, нет, был сейчас вопрос для Алены Что как вот? Что смутило? И вы хотели ответить Я так понимаю, что в семье это такой чистый патриархат должен царить Это так? Это не патриархат Есть У каждого процесса должен быть глава Глава не номинальный, а глава, которая отвечает за поступки и за те решения, которые принимаются в семье Это очень удобно С уже с точки зрения женщины Ты всегда можешь переложить свою вину или какую-то проблему на плечи Деспот, Наташа, правильно ты сказала Да Я была права А вот подружки такие активные Не будут, ну, считай, не будут раздражать? Не знаю, если мы... Это серьезный вопрос Здесь очень важно обратить внимание на то, что, возможно, в жизни когда-нибудь вы столкнетесь с ситуацией, когда вам будут звонить девушки и говорить Ну вот, допустим, такая же ситуация, но только это будет неправда Вам придется верить ему, а не наветом со стороны Вы будете к этому вопросу Кстати, есть служивицы бестактные, а есть хорошо воспитанные и приличные молодые женщины Если вы будете с уважением относиться к жене Дениса, в чем я очень сомневаюсь, потому что у вас даже сейчас такая позиция Вы же пришли в качестве подруги Дениса, а что вы так вырядились? Вы же не себя пришли рекламировать А вот даже в этом, в том, что вы так оделись, я не хотела об этом говорить, есть вызов Да Испугались Да Я сама смущаюсь сейчас сидеть здесь Ну, вы ничего не смущаетесь, поэтому ваше право, допустим, соглашаться с наличием подружек Или сказать, нет, мне это не нравится Меня это смущает, мне это портит настроение Имеете право, вы имеете право на все Я прошу прощения, а можем мы небольшую сценку разыграть? С удовольствием С нашей невестой Для этого нам нужно, наверное, пройти тогда на сцену, потому что так будет не очень удобно Ой, мы будем подавляться и посмотрим Пойдемте Для вас важна работа, так же, как и для меня Три часа ночи, я ушел на работу в понедельник, сегодня воскресенье Я возвращаюсь с работы Аленочка, это Маша Моя коллега Она в шоке Моя коллега, ну, солнышко, одну ночку, давай, Машенька Она же коллега, ты же знаешь Мы же свободные люди Не-не-не, Маша, я говорю У нас же демократия, мы с тобой договорим Денис, а почему ты меня не предупредил? В каком ты состоянии вообще? Подожди, я же тебе смс-ку бросил Я бы вот на ее месте подняла бы такой ор Просто что это за сослуживица такая, что это за девушка? Здесь остаться, да? Пойдем, Маленочка, я тебя в спальню В спальню Да? Чего ты сидишь-то, это тупик раскатал? Пойдем, Машенька, пойдем Берешь девушку и выворачиваешь ее Тихо-тихо, я говорю Машенька Вам осталось показать ответный сюрприз, который приготовили Дениса Да, я хотела бы Дениса пригласить вместе со мной пройти Познакомите нас сначала Это... Это Сергей Практически мое свадебное платье И как ты уже знаешь, мою непростую историю, которая со мной произошла не так давно Я хотела бы с ней покончить и... И со мной И двоими руками Вместе со мной Порвать с моим прошлым Поэтому, я думаю, нам нужно сделать этот символический акт Вы что, резать ее? Первый Другой невесте может пригодиться Оставьте нам свадебное платье Можно я отрежу ей палец сразу? Вандалы, вандалы! Я не могу это не... Давай, давай! Я не могу! А можно я хоть сгинул на человека? Можно? Можно, можно Ваши мужчины Серега Не, ну Серега, реально Серега Я тогда разрежу фаску Спасибо, я считаю, что у вас все получилось Да Походите в комнату Спасибо Вам вот это даже слово не дали, да? Да Мы не стали, да Как вам невеста? Смелая В чем? Ну, мне показалось смелым ее подарок Потому что не каждая девушка отчается вот настолько прям вот безоговорочно расстаться со своим прошлым Ее действительно очень многие вещи не смущают Мне кажется, девочка кремень и многое получится Я согласна Ну, в принципе, правильно сказала Да, действительно, так оно и есть Кремень, правильно Скажите, а к чему нужен был вот этот этюд самодеятельный? Посмотрите, как человек реагирует А что он хотел увидеть какую-то, наверное, более бурную реакцию поначалу? Вы знаете, Денис, я вот пытаюсь уже на протяжении нескольких десятков минут найти у вас что-то симпатичное для себя Помогите мне, пожалуйста, у вас еще две попытки Это вообще не вариант Не твой? Не твой Мужчина любит только себя У меня к Алене нет вопросов Она женщина для другого мужчины Ей нужен более боевой, другой темперамент Спортивный мужчина Вы человек не спорта Вы сложносоставной Вы человек Меркурия и Плутона Как вот у Сальвадора Дали Есть, знаете, картины, где статуи с многовыдвижными ящиками С большим количеством Вы человек с большим количеством ящичков Мне кажется, что действительно у него есть комплексы И вот то, что он живет с матерью Тоже один из показателей Шесть комнат, вот так просто не валяются И мама тоже, тоже готовый жених Короче говоря, Алена нам не подходит Мы дальше смотрим Давай поженимся теперь в вашем мобильном Набирайте вам 736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом А пока реклама, оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Дениса Идите знакомьтесь со второй невестой Спасибо, очень приятно Меня зовут Катя Денис Взаимно, очень рада знакомству Розовый лифчик, девчонки под майкой Ну, может быть, это костюм, конечно Катерина, вы с кем пришли? Это мои лучшие подруги Регина и Женя Очень приятно Давайте на вас посмотрим Екатерина, 28 лет Инструктор по выездке Гордится своим целомудрием Мечтает издать сборник стихов И открыть конно-спортивный комплекс Предупреждает, что много времени Проводит с любимым конем Пашкой Признается, что плохо готовит Но с удовольствием моет посуду Муж был старше Екатерины на 30 лет Но после 10 лет брака Решил заменить ее на более молодую особу Надеется, что Денис окажется адекватным мужчиной Сколько же лет вам было, когда вы вышли замуж? Когда я с ним познакомилась, мне было 16 лет Я, конечно, понимаю Сейчас я понимаю, откуда это все пошло Я просто хочу сказать, что В моей жизни, действительно, в моем возрасте У меня было всего лишь двое мужчин Я этим горжусь А как мама-то вас к почти 50-летнему мужчине отпустила? Ну, вот так вот В принципе, мы москвичи Поэтому, наверное... Что значит, мы москвичи? Мы коренные москвичи, наша семья Поэтому, мне кажется, что именно в нашем городе К этому относятся нормально Здрасте, приехали, ага А чем родители занимаются? Полная семья? Мама-папа? Нет, не полная семья У меня не было отца Мой отец умер, когда я была совсем маленькая Мама одна воспитывала Мама одна, брат и сестра Мама одна, брат и сестра Мама воспитатель Поэтому, наверное, конечно Изначально в этом человеке я нашла папу И, конечно, не потому, что вы москвичи А потому, что маме тяжело было вас, наверное, троих-то тащить Да, я не скрываю А тут взрослый, состоятельный мужчина Это был взрослый, состоятельный, обеспеченный мужчина Возможно, была любовь Потом 16 лет, допустим, я считаю Девушка не задумывается о финансовой стороне А в школу ходили прямо вот из квартиры мужа? В школу-то как заканчивали? Нет, я уже не ходила в школу, конечно Я уже ходила в училище педагогическое на тот момент И что касается моего первого мужа, да, это был действительно состоятельный человек Мало того, это был известный человек Ой, а кто это такой-то? Это был и есть музыкальный продюсер Счастливо жили? Мы жили счастливо Он показал мне весь мир Я очень благодарен этому человеку Я объездила очень много И видела я очень много Деток не родили, да, в браке? Нет, деток не родили Этого человека у него уже было двое детей Двое взрослых детей Ему нравилась такая нимфетка рядом А как только вы возмужали и повзрослели Он вас променял на другую Мне начали рассказывать консьержки Что действительно в нашу квартиру Иногда в мое отсутствие Когда я либо учусь, либо еще у мамы могу находиться Действительно приходят некие девушки Некая девушка, скажем так И просто в один прекрасный момент я решила ему отомстить Я залезла в интернет На обычную социальную сеть И нашла себе красивого, молодого человека Который младше меня на 6 лет Все попробовала в свое время В 16 лет взрослого, потом наоборот Изначально я не думала, что это все зайдет так далеко Ну действительно, у меня случился роман Я ушла, я бросила все Я оставила все Я оставила всю свою прекрасную жизнь Все свои блага, что у меня имела С пустыми руками, короче, ушли С пустыми руками совершенно я ушла И я окунулась в жизнь с обычным студентом Зато жили в любви У меня тоже история любви, знаете, сами были Огромные жертвы, но Просто кроме, наверное... Не увенчались успехом А где жили-то? Мы жили сложно, мы жили у него Он тоже живет в Москве Он живет с мамой Он единственный сын в семье Любимый, неотразимый нарцисс Вот не могу сказать, что она плохо ко мне относилась Но я знаю, что она говорила ему, когда меня нет Потому что он мне это, конечно же, передавал А что говорил-то? Ну, что Катя тебя бросит Что Кате, ты нужен, наверное, только как-то вот А сколько ему было лет, извините? 20 лет Мне было очень сложно Я пошла на работу Мне было очень сложно работать Потому что у меня не было опыта совершенно никакого А куда вы работать пошли? Я пошла работать тренером по верховой езде Потому что раньше я занималась профессиональной верховой ездой А у вас лошадь даже есть, да? У меня есть Это такие же динусы прям вообще Да, есть Я вот дарю А кто дал-то? А кто дал-то? Подарок Это был подарок чей? У меня есть машина Ему не нужна ваша компания Квартиры и машины Вы инструктор только, да? Да И этих денег хватает на то, чтобы содержать лошадь, платить коммунальные услуги Хорошо выглядеть У меня есть увлечение Примью просто А? Какое? Петь Что она еще выступает Вы зарабатываете этим, да? Да, у меня еще происходят концерты Плюс я еще пишу тексты Я... Супер! Давайте посмотрим на сюрприз Я хочу, чтобы вы узнали Увидели сейчас кусочек моей жизни И сами подумали Примете ли вы меня С тем членом моей семьи Который у меня есть Его зовут Паша А я выйду к нему Она сейчас как укусит его Да Я знаю, Паша, к вам нельзя сзади подходить К мальчикам вообще сзади подходить нельзя, я знаю Меня учили в детстве Вы очень большой и красивый Я не буду вас есть, Паша Честно, отхожу Я тоже не ем лошадей Нет, но слава богу И конину Слава богу, Катенька Какая хорошая лошадь Я не буду Какая красивая Вы хотели еще что-то показать, да? Мы хотим подарить вам И всем присутствующим здесь Песню Ура АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем тебе встречать с ним, куда скажу Скажи, спеши тебе АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты замуж за него, не выходи Ты замуж за него, не выходи Ты замуж за него, не выходи Не выходи Не выходи АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не выходи! Не выходи! Не выходи! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! 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 Проходите в свою комнату, берите цветочки. Спасибо вам! Молодец, Катюш! АПЛОДИСМЕНТЫ Мария и Анна, оценивайте. Ну, у меня сложилось впечатление, что девушка до сих пор заигралась в Барби. Барби, по-моему, тебя с кем-то перепутали, Катя. И, в общем-то, время-то идёт, вроде возраст уже не тот, а всё как-то 16 лет и 16 лет. А вы что скажете? Я скажу так, что красивые, открытые глаза. Мне кажется, что вот как рабочий контакт обязательно нужно сохранить и, возможно, привлекать на какие-то мероприятия, выступить, спеть. Вот наглая, да? Говорит, как рабочий контакт. Ага. Всё-таки нужно запрещать своим девочкам, дочкам 16 лет жить со старчими, потому что это очень влияет. Если бы Екатерина не сказала, что и 28 лет, но она, конечно, выглядит намного старше. Жесть. Ну, я бы так не сказала. Шикарная фигура, но ощущение, что она прожила тяжеленную, очень длинную женскую жизнь. Она выглядит очень уставшей. Знаете, часто говорят, что женщина живёт по возрасту своего мужчины. Да, наверное. А потом, стоило ли писать свои песни, как-то стихи, чтобы перепеть не самый лучший хит 80-х? Это ужасно на самом деле. Это клуб Цурю при мукомольном техникуме. Знаете, что ты хочешь сказать? Ну, Катюша, конечно, не готова к семейной жизни, или у неё своё представление о семейной жизни. Потому что я так и не поняла, хочет замуж, а если хочет, то как хочет. Василиса. История Лолиты, к сожалению, повторяется бесконечно. Как только молодая девушка зафиксировала у себя в голове этот опыт, что продаётся 16-летие, она потом уже, став даже зрелой женщиной в 30 лет, она всё пытается догнать этот поезд. Она всё пытается продать себя, как девочка. Она давно уже женщина. Пройдёт 5 лет, она станет ещё старше. Но, естественно, к 16-летию своему она не приблизится. Ей нужно срочно пересматривать, ну, в принципе, глобальные вещи в своей жизни. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Денисе встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Спасибо. Денис. Юля, минуточку. У меня тоже для тебя подарок. Прямо сразу? Да, сразу подарок. Прошу примерить. Это сзади или спереди? Спереди. Чудо. Это знак того, что если наши звёзды сойдутся, я примерю его на себя и буду готовить нам вегетарианские блюда. Спасибо. Мне кажется, это более милая такая. Она готова к браку. Юлечка, вы пришли с... Я пришла со своими родственницами. Это двоюродная сестра Ирина. И Наталья – это жена моего двоюродного брата. Очень приятно. Давайте мы вас посмотрим, узнаем вас лучше. Юлия, 25 лет. Фитнес-инструктор. Пишет автобиографический роман. Гордится тем, что постоянно занимается самосовершенствованием. Мечтает о большой семье с тремя детьми. Предупреждает, что не позволит мужу поддерживать отношения с бывшими. Юлия собиралась замуж за гражданина Германии, но в день регистрации брака узнала, что не сможет стать его женой. Надеется, что в отношениях с Денисом у них не будет неприятных сюрпризов. Что же за история вышла с вашим женихом? На самом деле очень интересная, романтическая была история. Настоящая любовь, как мне кажется. Я уехала отдыхать в одиночестве, путешествовать на Майорку. И познакомилась там с молодым человеком. Он 15 лет уже гражданин Германии и жил на Майорке около двух лет. И завязался роман, и мы, собственно, начали встречаться. Он предложил мне переехать. Все было очень сложно, потому что там не было друзей. 80% населения немцы. Я знаю только английский. Мне было очень сложно. Он прекрасно говорит на немецком, на английском. И у него работа связана с яхтами. И работа связана именно с гражданинством. Ну, чего вы учили бы поздно молодая совсем? Я начала учить. В конечном итоге мы решили расписаться раньше, а свадьбу сделать уже позже. Потому что нужно было получить гражданство. И пока собирали документы, пока была вот эта вот документальная всякая... Визу просрочили. Визу просрочила, да. Ну и не беда, боже мой. Получилось так, что потом он приехал в Россию и сказал, что давай здесь поженимся и будем вместе. Не получилось даже в России, потому что он неправильно оформил документы и нужно было уезжать обратно. Ну, бывает, влюбленный, растерялся, не до этого было, нервничал что-то. Почему вас это все как-то так разозлило? Уехал, он уехал, он меня бросил. Не поддерживал меня, ну, скажу честно, финансово, а работы не было. То есть она бросила работу ради него? Да, получается, что да. А сколько вы времени были без работы и без его поддержки? Ну, больше года. Ну, Юречка, вы же уже были в таких близких отношениях, что могли ему сказать, мне есть не на что, мне нужно за квартиру. Кормил меня завтраками, все будет хорошо. Разговаривал с моей мамой по телефону и говорил Татьяна Николаевна, ждите, я сейчас... Прошел, если денег, да, есть не на что. Он приехал и даже у нас денег занял. Так получилось. Ну, а бывают такие, лодочка имеется, а на женщину жалко. А когда вот появились эти звоночки, что он что-то там мудрит, темнит, и не специально ли он забыл какую-то подпись? Знаете, могу сказать, что вот эти звоночки начались с того, что я поняла, девчонку переманил из Москвы, а дать ей ничего там не смог и уже отказать вроде не может. Надо вроде жениться. И вот эта ситуация такая... А сказать не знает как. Не знает как, да. Сказать же не может, Юля, извини, я передумал жениться. Да, поэтому лучше выход не давать денег, может быть, сама возьмет, да и вернет. Я думаю, что это первая причина, и она основная. И вы порвали с ним, да, все отношения? Да, я порвала с ним отношения, потому что больше не могла этого терпеть, очень много было слез, переживаний, и долго вставала на ноги, но вот все нормально. Он потом как-то проявлялся, он пытался объяснить вам что-то, переживала. Да, он пытался объяснить, он сказал, что была очень большая любовь, но я ее предала. А предала чем? Когда уже у нас отношения сошли на нет, и мы решили, что, скорее всего, мы расстаемся, позвонил мой друг хороший, и говорит, Юль, ты сидишь без работы, приезжай в гости за границу. У меня дом, ты там поживешь, отдохнешь одна. Я уехала, и он узнал о том, что я уехала. И потом он оперировал вот этими словами, что мы расстались из-за того, что я предала нашу любовь. То есть как-то вот... Короче, нужен был повод. Я думаю, да. А он откуда друг-то? Из Арабских Эмиратов, но он русский тоже. У него семья и дети, и отдыхала там жена, и его четверо детей, один приемный, трое были. А как он жене свою объяснил? Ну, друг, я друг. А вы были знакомы с его женой? Да, да. И сейчас знакомы, и знаю всю их историю жизни, и общаюсь с ними, да. А вот, кстати, Денис, скажите, пожалуйста, вот, ну, ссоры будут, это однозначно, а куда ты денешься? Вот раз, ссора у вас, позвонит какой-нибудь он из Эмиратов, и она туда, к нему. К другу. К другу. Вы как к этому отнесетесь? Как ваша подруга вот в сценке пьяная? Ну, например, да. Прости, Машинка, такой реномат тебе создал на всю страну. Ну, вот как вы вот отнесете? Если человеку нужно прямо ехать срочно в Эмират, и это невозможно решить нигде, там, в Москве, или по телефону, или по скайпу, ну, окей, хорошо, пусть летит. Юля, вы сказали, что не будете мириться с бывшими, а у Дениса бывшая жена, он живет с ребенком. Знаете, наверное, к подругам ревновало бы, а все, что касается семьи, если есть ребенок, нет. Я очень хорошо отношусь к детям. А 12 кошек вас не смущает? Смущает. Я очень люблю животных, у меня кошка и собака. Смущает только одну, почему 12, то есть они как, вы их разводите? Вот согласитесь, да, вот лоток-то, все равно-то вот не успеешь, и все равно ведь пахнет, правда? Все, конечно, конечно. Очень сложно ухаживать за 12 кошками, честно. Ну, да я отчего. А жить со свекровью? Вопрос, да, хороший, отвечу на него. Если два человека любят друг друга, можно же найти компромисс, но вначале влюбленных. Хорошо, Юльич, так сейчас покажите, пожалуйста, сюрприз. Да, хорошо. Денис, у меня такой очень романтический сюрприз, я прошу тебя мне подыграть. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот вальс, 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 под такую музыку. А вальс, она танцевать не умеет. Давай, себе раз, я сбрали ноги слева, прекрасно, прекрасно. Какая пара, взгляните. Я научилась. Я только что научилась танцевать вальс. Да, точно. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам огромное, проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, что скажут? А Марина и Анна, слушаю вас. Мне очень понравилась девушка, очень такая нежная, женственная. Ну, по крайней мере, этот вариант лучше. Спасибо. А что вы скажете? Девушка сильная, и она требовательная. Я уверена, она многое не примет, она потребует от тебя многого. Я вам секрет открою. Процентов 90 женщин не примут вот тот комплект, который предлагает Денис. Скорее, 99. Да, это я уже так, знаешь. А вы что скажете, как вам девушка? Девушка хорошая, умная, спокойная. Она, по крайней мере, знает, что она хочет в жизни, и у нее для этого есть основания. Халат, в смысле, фарточек чудесный. Шарик прекрасный. Ну, я не против, мне юнка нравится. Ну, с чего-то надо начать, как говорят, чтобы процесс пошел. С чего-то надо начать, Василиса. Ведущая планеты в гороскопе Юлии – это Марс Козероги. Неудивительно, что профессия фитнес-инструктор, потому что именно это позволит ее напору естественному реализоваться. Но если эта девушка что-то решила, она к своим целям пойдет буром попрет, а не просто пойдет. То есть пойдет, просто забывая про все и сметая все на своем пути. Вообще. Вот прям про меня, сто процентов. А пока реклама. Оставайтесь с нами. Мария и Анна, вы познакомились с тремя невестами. Есть достойная вашего друга? Как вам кажется? На мой взгляд, Юля – третья девушка. Это лучший вариант, я уже упоминала об этом. Женственная, тихая, но со стержнем внутри. Я считаю, что этот вариант предпочтительный. Здесь два варианта. Либо он выберет меня, либо он не выберет никого и не зайдет ни в одну комнату. Что вы скажете? Я бы посоветовала однозначно первую кандидатку. Мне очень понравилась эта девушка. Девчонки, мне Денис не понравился. Я считаю, что из нас троих есть шанс только у Юли. Денис, что вы скажете? Я не выбрал ни одну из девушек. И попробую сейчас объяснить, почему. Алена и Юля мне показались немножечко в игре. То есть девушки неестественны. Я не увидел их живыми. Всем не понравилось выступление и некий инфантилизм Кати. Но вот в Кате я увидела живого человека. Странного, смешного, блондинистого, пляшущего в 30 лет по сцене. Да бог с ним, какая разница. Он живой. Вот Катя, она живой человек. В целом тебе жених понравился? В целом, наверное, больше да, чем нет. Мы совершенно разные по складу, по характеру. Мы совершенно разные по тем кругам, в которых мы вращаемся. Хотя не так важно. Алена и Юля, они абсолютно закрытые люди. Люди в себе. Причем они еще сами до конца, наверное, не понимают, что им важно и что им хочется в этой жизни. Вы тоже не раскрылись совершенно. И в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, практически нет шансов у вас влюбиться и завести какие-то серьезные отношения. И пускай живет свою морковку дальше и общается с кожей. Вы сами незрелы. Вы за все то время, что мы общались, не сформулировали ни своего желания, ни своих претензий к миру не прикричали. Вы тоже, вы еще очень сырой материал. Вот пока для себя не определитесь, вам на самом деле не нужно идти ни в какую из комнат. Я предлагаю всем выходить из комнаты, поддержать вот такое решение Дениса. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону. Четыре четверки. Алексей, 28 лет, номер 2032. Ведущий менеджер в банке. Регулярно посещает спортзал, занимается благотворительностью. Мечтает открыть собственное производство модной одежды. Ищет стройную голубоглазую блондинку от 21 до 27. Оксана, 38 лет, номер 2033. Директор салона красоты. Любит путешествовать и петь с подругами в караоке. Читает книги по психологии и ведет здоровый образ жизни. Уверена, что станет для любимого мужчины не только хорошей спутницей жизни, но и уверенным другом. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкеты на сайте Первого канала и становитесь участником программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4 четверки. Я Лариса Бузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Вы перестали мечтать о белой норковой шубке и о Париже или продолжаете? Не, ну я не то, что мечтаю, я собираюсь ее к зиме прикупить, а то холодно зимой будет ходить. Я бы с такой фигурой, как у вас, ходила бы голая просто. Давай жить своей жизнью в какой-то период. Каждый что хочет, то и делает. С вами хочется рядом впасть в кому. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok